Инцидент произошел здесь, на улице Антона Петрова, под окнами этого дома. 15-летняя девочка возвращалась домой из школы и как раз проходила здесь. В этот момент из окна первого этажа кто-то плеснул кислотой ей прямо в лицо. Испуганные родители отвезли девочку в ожоговый центр. Врачи диагностировали химические ожоги первой-второй степени. Еще сантиметр, и ядовитая жидкость попала бы в глаз. Мама Люды с ужасом вспоминает день, когда испуганная дочь забежала в квартиру. С ужасными ожогами на лице. От шока девочка не смогла произнести ни слова, только кричала от боли. Там все вот так взбугрилось, пошло потеками. Вот это, конечно, страшное зрелище пошло. Во дворе была грязь, и она пошла по отмостке дома, чтобы с сухой ногой прийти домой. Где-то прошла на полдома, увидела мужскую руку и кружку. Не успела вернуться, и плеснули в лицо. Раны промыли холодной водой и сразу к врачу. Несмотря на заключение о диагнозе, медики пока не знают о том, что за вещество вызвало химический ожог. Скорее всего, делают предположение родители. Это была уксусная кислота. Пострадавшая говорит, что теперь больше всего она боится не шрамов, которые могут остаться, а того, что виновных не найдут. Ведь пострадать могут и другие. Напугалась? Напугалась. Заверили врачи, что все пройдет? Никто еще не знает. Это может пройти, может нет. А тебе не кажется, что это могло быть случайно? Ну, а зачем выплескивать? Сегодня следователи выехали на место происшествия, проводят опрос свидетелей. Будут проводиться следственные действия, именно беседа с родственниками потерпевших, с самой девочкой. Также будут устанавливаться именно лица, которые причастны к данному происшествию. Следователям предстоит выяснить, случайно ли произошел инцидент. Есть версия, что выплеснутая из окна жидкость – смесь для приготовления наркотиков. Валентина Скирова, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.